Субтитры сделал DimaTorzok И вот именно о них Я начну с того, что я купила очень клевый гель для душа от фирмы Lush Называется он Снежная фея, Snow Fairy Это ограниченный выпуск Вот такая розовая милая бутылочка Запах просто шикарный Гель для душа поближе, Снежная фея Мне очень нравится его цвет Розовенький, розовенький Сам флакончик весь такой розовенький И внутри все розовенькое В общем, я когда его покупала, девушка сказала Девушка, покупайте его скорее Это лимитированный выпуск Вот написано ограниченный выпуск Кстати, сзади была какая-то фразочка такая написана А нет, она не сзади Что-то было написано, что что-то там какое-то действие Аж до следующего Нового года Ну так, что-то там шутканули В общем, пахнет это все дело чем-то супер сладким Очень мне напоминает жвачку Да, действительно напоминает жвачку этот запах Очень хороший гель для душа Я вам его рекомендую И он хорошо впитывается в запах Именно вот в вашу кожу Я когда принимаю с ним душ Я потом лежу и прям сама себя нюхаю В общем, очень долго Руки, плечи В общем, шикарная штука Следующая моя покупка была в магазине Bath & Body Works Это... что это у нас? Это пена для ванны Да, я только еще ни разу ее не пользовалась Потому что я не прикончила нашу прошлую пену Вот такая бордовенького цвета Она спрашивает с какими-то блестками Называется она Pink Sugar Plum Дрожиро В общем, я даже не знаю, как сказать, чем она пахнет Но она чем-то пахнет очень-очень сладким Я так думаю, это цветы и фрукты Что-то очень вкусное Сладенькое и красивое, да Запах на самом деле просто шикарный Итак, значит Это у нас пена для ванны Я показываю вам ее поближе Как я говорила, вот здесь блесточки какие-то есть Она такого привлекательного цвета Пахнет просто офигенно Bath & Body Works стоила это 590 рублей Как видите Но там были какие-то супер распродажи Что-то купить две вещи получить Две бесплатно, что-то такое Поэтому я взяла на 50% по халяве Вот такие вот милые штучки Да, на днях пойду уже принимать ванну с этим С этой милой штуковиной И я думаю, не разочаруюсь Потому что это дело не разочаровать никогда Следующая приобретенная мною вещь Это тоже магазин Bath & Body Works Это лосьон для тела Называется он Winter Candy Apple Тут подписано еще Pomme Glassy Здесь нарисован такой милый оленчик С снижиночкой В общем, такая новогодняя тематика Пахнет он тоже чем-то очень сладким Написано молочко для тела С витамином Е и маслом Ши и ЖЖАБА Вот Winter Candy Apple И запах у меня тоже как бы Все на самом деле с ума Но он более какой-то такой нежный, мягкий По сравнению все-таки с пеной для ванны Вот Я думаю, что очень хорошо применять такое молочко для тела Когда, ну, сходите в душ, там, вытретесь полотенчиком Все такие тепленькие, розовые, как поросяточки И наносите вот эту вот очень хорошую, такую, хорошо пахнущую штучку И просто ложитесь под деялко и наслаждаетесь этим запахом И засыпаете вам снятся очень милые сны Молочко для тела Winter Candy Apple И прям милый-милый оленюшко С такими кудрявыми-кудрявыми своими рогами Да, вот такое очень милейшее просто оформление баночки На самом деле это большой-большой объем молочка для тела Я вообще решила, что буду брать большие, наверное, каких-нибудь имплементированных коллекций Вот молочков от BFM Bodywork Потому что они очень долгоиграющие Их очень надолго хватает И я не успеваю вымазываться просто ими всеми У меня два в ванной стоит, наполовину начатых Я так их никак не добью, хотя им уже больше года И вот очередная такая штучка Милая, новогодняя У меня еще появилась Следующая вещь тоже из магазина BFM Bodyworks Я вообще обожаю, на самом деле, этот магазин Валера знает Он тоже постоянно ходит со мной и нюхает там свечки Это различный спрей Это спрей для тела Он называется Sweet Peony Dream То есть Peony это peon, естественно Значит цветочный как бы запах Я им пользовалась пока что раза два Этим спреем Но я не могу сказать, что он пахнет чисто прям вот цветочным Каким-то таким Цветочный запах имеет Тоже что-то сладкое здесь присутствует Но все-таки цветочный запах как-то перебивает все это Спреи, кстати, у BFM Bodyworks просто офигенные Мне очень нравится, что они большие Здесь 236 мл, довольно такой большой флакончик Хватит его очень-очень надолго У меня спреев от BFM Bodyworks где-то, наверное, штук 5, наверное И я еще не один не добила до конца Я постоянно им пользуюсь, особенно летом Летом, так как кожа теплая, разогревается на солнце Этот запах еще больше остается и долго держится Супер милое оформление флаконов И очень радует, очень радует объем Он очень удобный, хоть и большой Его можно брать с собой и ложить в сумку Я, кстати, частенько с собой ношу в сумках Спреи от BFM Bodyworks Я какой-то таскала очень долго Я думаю, что скоро я начну таскать с собой вот этот Потому что сейчас мой портфельчик мне, в принципе, позволяет все это с собой уложить И я буду такая цветочная женщина Буду очень ароматная Следующие два спрея для тела Опять же BFM Bodyworks Я, наверное, вас уже замучила Но это опять BFM Bodyworks И это такая лимитированная тоже выпуск новогодний Здесь вот, видите, нарисованы такие карамельчики Такие палочки И здесь опять у нас милый, я не знаю, снеговик, кстати, это не снеговик Я почему-то воспринимаю, что это пингвин А, ну да, это пингвинчик, да, он на коньках Это я уже рассказывала, в принципе, чем пахнет сладким Потому что пена для ванны тоже таким же запахом у меня Это которая Pink Sugar Plum И вот этот вот, этот спрей для тела, на самом-то деле, он пахнет мятой Ну, точнее, перечной мятой Peppermint Если мне не подводит память, мои знаменитые языка Это перечная мята Хотя, может, это и есть обычная мята? Извините Вот, пахнет прикольно Запах мяты, на самом-то деле, здесь есть Но он чем-то таким сверху еще шлейфанут сладеньким, да Здесь не просто мята, потому что, тем более, что он на конфетке Называется этот спрей Peppermint Да, программ смит Очень хорошая штучка Поэтому эти спреи для тела просто офигенные Особенно, когда сейчас всякие новогодние праздники Вроде что кончаются, а у кого-то нет Пользоваться такими штучками одно удовольствие На самом деле, вообще зимой, да Вот спрей поближе, как я и обещала И я очень сначала сомневалась, кто это Просто снеговичок или это все-таки пингвинчик Сейчас я вижу хоп-хостик, все-таки это пингвинчик, да Такая сиреневая водичка И очень сладко, очень-очень сладко пахнет Я вам просто советую, на самом деле, пользоваться спреем от Bath & Body Works Как этим, так и этим тоже Потому что, конечно, вот у этого запах по своеобразнее все-таки Потому что здесь уже с мятой идет С таким-то свежачком Да, свежачком Здесь такие вот сугробики, снежиночка Все очень мило Ну, вы понимаете, в принципе, что вам говорить Вы только можете посмотреть на эту упаковку И уже все станет ясно, что да, Наташа это захотела И пахнет это тоже просто шикарно И только упаковка клевая, конечно же Следующая вещь это Maybelline New York Dream Fresh BB Cream BB Cream, точнее, Cream, это я прочитала в английском Беру я этот крем уже, наверное, второй или третий раз Чем он мне нравится, то что Во-первых, скажу про то, что всего лишь два оттенка имеется у этого BB Cream от Maybelline У них есть, по-моему, средний или темный оттенок и светлый Естественно, я беру очень светлый Потому что, хоть я и не сказать, что я прям очень бледная Но все-таки моя кожа близка больше к бледности, чем к загару И вот этот BB Cream нравится он мне тем, что он подстраивается просто под вашу кожу То есть, если вы наносите тональный крем на лицо, то чувствуете вот этот вот слой Такой эффект какой-то маски, наложения Кожа не так дышит под тональным кремом, как под бибишником И BB Cream, в принципе, он, да, его наносить надо совсем чуть-чуть Я наношу буквально сюда горошинку, сюда, наносу чуть-чуть сюда И так это все размазываю И получается, что у меня нет никакой маски То есть, это средство, содержимое вот этого покончика Она полностью подстраивается под мою кожу Нигде нету каких-то проплешин, каких-то неровностей, бугорков и прочего Мне очень-очень нравится Я вам советую Особенно, кстати, я думаю, что этот крем подойдет для молодой кожи Да, когда нету никаких там преждевременных морщинок Или когда мало прыщиков, наверное, еще на лице Вообще, я очень довольна этим средством Я буду его брать, брать, еще раз брать и еще много раз брать BB Cream, в принципе, я про него вам уже все рассказала Просто показываю саму упаковочку Он такой маленький, всего лишь 30 мл, но хватает его вполне-таки долго Мне, наверное, хватает его прям месяца на три точно Он такой довольно-таки экономный Я считаю, что три месяца это довольно-таки долгий срок Вот, я вам советую этот крем обязательно И, кстати, кто попользуется, напишите свои отзывы Мне очень-очень интересно будет послушать, как он вам понравился или нет Но я думаю, что он вряд ли может не понравиться Мне он очень-очень-очень нравится Предпоследнее, чем я хотела рассказать Это такие лаки от Sally Hansen Extreme Wear эта серия А как имя она называется, не знаю Она тоже какая-то новогодняя Здесь много-много блесток Здесь очень-очень много прям таких блестящих частичек Мелко накромсанных таких каких-то прям шебушушек Да, вот такие вот лаки У меня, конечно, есть из этой серии еще один Верчилка, это эти два Один называется номер 590 конфетти кейк Сиреневый такой И второй 550 фразел дезл называется Он с рожеватыми какими-то частичками, да Я вам покажу их поближе Из-за того, что Валер Мед установил лампочки такие по бокам Весь этот перелив, все этот блестящий, этот весь покров Содержимый баночек, очень хорошо видно Вот, значит, сиреневый, который я вам говорила В общем, он очень-очень красивый Здесь есть сиреневые блестки, голубые Такие насыщенные, синие точнее И, по-моему, серебряные, если я еще... У меня не глючит Я не знаю, мне кажется, его стоит носить поверх каких-то темных, синих, сиреневых Лаков Сам по себе он будет полупрозрачный Не такой, я думаю, интересный все-таки То же самое и с этим лаком С этим даже тем более то же самое Я думаю, что сам по себе он, может быть, конечно, кому-то и нравится Но я не фанатка носить такие лаки Сами по себе просто на чистом ногте Мне нравится какая-то база, какой-то фон Ну, точнее, другой лак, на который все вот это вот так вот накладывается Ну, и, наконец, последняя вещь, которую я вам хотела показать Это вот такая вот железненькая картоночка Да, несочетаемые слова «картоночка» и «железненькая» Ну, просто из-за этой тонкости, этой штучки, мне хочется назвать ее картончик Значит, я даже не знаю, возможно, те, кто смотрит это видео, сразу поняли, что это такое А, возможно, кто-то и нет Я сама познакомилась с этой вещью совершенно недавно Называется это... даже не знаю, как правильно назвать Полотно для стемпинга, наверное, для nail art То есть, здесь вы можете наблюдать такие вот разные рисунки Они именно, как сказать, такие рельефные То есть, они нужны для того, чтобы делать на рисунках... ой, на ногтях делать рисунки Здесь есть различные кружочки, цветочки, бабочки какие-то Ну, в общем, очень-очень много всего Я расскажу вам поподробнее, как пользоваться этой штучкой Вот, значит, эта штучка, про которую я вам рассказывала, да Как вы можете наблюдать, здесь вот цветочек Здесь еще цветочек, еще какие-то цветочки Здесь какие-то волны Вот здесь вот вообще кружочки какие-то Я так держу, потому что у меня не особо было видно Вот, сегодня я делала вот такие вот снежинки Да, сейчас фокусирует Вот, вы видите, здесь есть снежинки Получилось мне, конечно, кривовато Но все-таки вот на этот ноготь я сделала себе вот такую вот снежиночку Значит, я бы хотела, конечно, снять в дальнейшем видео, как пользоваться этой штукой Я сама еще не суперспец Я только еще учусь, я ученица в этом вот деле Но я могу сказать, что это очень-очень крутая вещь Я расскажу, как этим пользоваться Сейчас я просто вкратце опишу Заключается это в том, что, допустим, вот у меня там красный просто ноготь, да Здесь у меня есть лак Вам хочется сделать какой-нибудь рисунок Ну, допустим, вот такие вот цветочки перевести Как я сделала вот здесь себе снежинку Также вы хотите на какой-нибудь палец вот эти вот цветочки В общем, вы берете лак, допустим, белый, да Вы мажете сюда лаком, вот сюда И специально есть поскребушка Там я, кстати, покажу вам ее Поскребок, поскребушка, я не знаю, как ее назвать Вы лишний слой лака вот так вот стираете А то, что во впадинах лак остается Вы берете специальную печать Наносите Ну, точнее, печать Печатаете как бы сюда И потом я, бац, редко переносите на ноготь И у вас получается вот такая вот Не знаю, красота, не красота Конечно, вот здесь вот у меня вышло кривовато Да Но здесь, в принципе, вполне достойно, я считаю, получилось В общем, я вам рекомендую тоже заняться стемпингом Это очень интересная вещь, да И я буду их такие себе пластинки еще заказывать и заказывать Мне очень понравилось заниматься таким вот нейл-артом Очень интересная, очень интересная и полезная и нужная вещь Я считаю, для тех, кто фнатеет от нейл-арта вообще Всем спасибо, кто посмотрел это видео Мне очень приятно И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok